здравствуйте меня зовут пётр николаевич я мастер по ремонту бытовой и промышленной швейной техники компании лен ремонт мне есть что вам сказать у нас сегодня обзор немецкой чисто немецкой машины фав хобби мать их 919 давайте немножко об истории этой машины в этой машины непростая судьба эти машины больше довольно большая редкость на территории стран бывшего снг ну так как мы находимся в городе санкт-петербург до границы тут совсем ничего и соответственно эти машины городе достаточно много как мастер что я могу сказать об этой швейной машине на то есть конкретно пользователям швейной швейной техники да понимаете в этой машине все не так как привык видеть мастер по ремонту швейной техники работающий на территории снг опять из-за того что существует конфликт который сейчас уже начал спадать этот конфликт но существует конфликт между зингером и пафом и благодаря тому что эти два друга поссорились и зингер практически все запомнил запатентовал у пафа машине паф машина фав да то есть сделано все в обход того чтобы обойти патенты которые понаделывал бывший друг дело тут не только в механике которая отличается от любой другой швейной машины здесь также существует подводные камни для самих пользователей швейных машин потому что проблемы в этой машине да то есть случается из-за того что таких такие машин редки то есть они очень индивидуальны у них свой характер то есть и они отличаются от швейных машин не только по механике а даже по самой заправке давайте разберемся заправка здесь обратите внимание даже ручка для переноса машины стоит наоборот во всех швейных машинах эта ручка открывается в другую сторону только у машин фав ручка какого-то перепугу другой так вот по поводу заправки по поводу заправки швейных машин давайте поподробнее все швейные машины заправляются справа налево эта машина как и джанаме л 394 заправляется слева направо слева направо понимаете при заправке любой швейной техники у нас на начало идет направитель нитки и потом нитка сразу после направителя нет не важно машина верлок распошивалка там корняжка после направителя нитка должна сразу попасть в регулятор натяжения верхней нитки и машине пав это выглядит таким образом стойка катушка держателя заправляем вот сюда заправляем в регулятор натяжение верхней нитки обводим здесь подымаем крючок нити притягивателя заводим вот сюда заводим сюда заводим специальное гнездо для схождения нитки и тут мы наталкиваемся на такую железя во всех швейных машинах вот это все делается вот так вот и многие швеи пользователи этих машин поступают точно так же но делать это в этих машинах нельзя здесь у нас нитка должна идти сверху она не должна тут ни за какой крючок зацепляться вот обратите внимание вот следы того что нитку заправили то есть неправильно и сразу после этого без всяких крючков мы заправляем в такой вот устройств опять же во всех швейных машинах это просто изогнутая проволочка у пафа у пафа вот это эта деталь состоит из петь ну это устройство состоит место одной изнутой проволочки за за бабах или пять деталей вот 5 ну дальше нитка стандартно под себя дальше по поводу этой швейной машины понимаете сама машина отличная машина великолепная машина продуманная машина потому что это и сделали нем сделали нее шикарно восхитительно изумительно но почему я не могу рекомендовать такую машину к покупке почему этой машины нет в ролике о моем рейтинге антирейтинге потому что когда случится у вас проблемы с этой машинкой вы позвоните будете созваниваться с мастерами да здравствуйте у меня хобби мать и к вам мастера трубки бросать будут будут бросать трубки даже если найдется какой-то отчаянный молодой человек который так факт фигня сейчас я вам приду он придет он даже корпус не в состоянии будет скрыть потому что корпус здесь тоже очень-очень удивительно встречается то есть я тоже когда ну мой откуда я родом и откуда я начал заниматься ремонтом швейной техники таких машин просто нет здесь питере то есть я столкнулся то есть и обратился к коллегами то есть вопросом ребят как его вообще можно вскрыть каким образом то есть это все вскрывается надо мной только улыбались и говорили о том что но вскрыть эту машину то есть это самая маленькая проблема так вот следующее почему мастера трудно будет найти мастеров для ремонта такой швейной машины это в количестве времени которые требуют эта машина ну это то есть если мы возьмем там не знаю чайку веритас джанаме бразер бернину астролюкс ремонт этих любовь швейных машин поколение зингера то есть и ну патентов зингера то есть это по времени от часу до двух часов и можно реально взбодрить машину и все будет огонь эти красотки требуют от 4 до 6 часов от 4 до 6 часов если у вас есть эта машина ему позовите мастера это по времени от четырех до шести часов то есть передней этой машины все то есть мастер забивает на все свои планы то есть и до победы до самого от 4 до 6 часов эту машину я делал 5 часов так ну давайте начнем потихонечку разбираться с этой машины так по поводу этой машины машина не простой судьбой было приобретено в здании магазине б.у. техники в нерабочем состоянии пользователи в мастерских работают это и приносит эта машина из мастерской и когда я смотрю да то есть но там причина да то есть сдачи машины в ремонт машина не счет это вот самое распространенное то есть это может обозначать огромное количество причин но не счет это пропускает не образует стежок это там все что угодно эта машина поступила то есть ее купили с диагнозом не счет машину кое-как восстановили кое-как она бедненькая трудилась от родилась а то есть мы пока то есть но пока на наконец-то не пришло ну пока я не сдали компания лен ремонт для ремонта машина но довольно сильно отличается от своих собратьев отличается она тем что в основном эти машины оборудование верхним транспортером изначально здесь вытаскивается такая дополнительная лапка это упрощенный вариант следующая причина по которой мастера не любят эту машину да то есть не хотят связываться и заморачиваться с этим ремонтом это то что здесь использовано огромное количество винтов на звездочках и они находятся в очень таких интересных местах и все это очень удобно то есть и очень частенько звездочки там идут еще и нестандартный поэтому для ремонта этих машин есть специальный у каждого мастера который этим занимается да то есть отдельный набор для набор звездочек для ремонта от этих швейных машин эта машина не простая здесь к моему большому удивлению оказалось что все здесь простые прямые винты ну или крестики давайте приступим к разборке швейные машины пав хобби мать снимаем лавку опять я вам показал ну нестандартную заправку да то есть обращаем внимание на игольные пластины вот она выдергивается с таким вот образом понимаете во всех швейных машинах игольная пластина вот это у нас просто она зафиксирована но одни или двумя винтами вот для примера вот она у нас зафиксирована то есть и по этой игольной пластине по этому отверстию мастер может ориентироваться выставлять иголочку здесь все совершенно по-другому похоже на к этому и не так сняли мы здесь начинаем разбирать швейная машина первое куда влезем это снимаем вот мы вот эту крышечку вот такой вот у нас тут хитрый вентик проблематично надкручиваем и вот этот сверху специально такое подверстие снимаем эту часть аналида здесь удивительно простые фигурные винты моем здесь первое что поражает мастера когда он видит швейную машину по после вскрытия этой крышки то есть это голый вал без малейших регулировок мы возьмем любую швейную машину здесь у нас напихано огромное количество регулировок здесь нет ни единой регулировки продолжаем разбирать теперь здесь крышку это тоже здесь нет шестероников тоже у нас здесь простые болты четыре ступни это подборка снимаем эту подошву и обращаем внимание на эту подошву это кусок железяки это большой кусок увесистый кусок железяки он нужен швейной машине чтобы машина по столу у вас не коса но не скакала утяжелить машину чтобы снизить вибрацию швейной машины потому что без этой детали машина будет очень очень легко снимаем вот эту крышку тоже простые винты теперь вот он внутри у нас еще один маленький винтик так все вот так вот по словам 3 винтик дальше продолжаем раскрывать швейную машину дальше вот начинается в принципе для ремонта такого вскрытия достаточно вот мы видим главный вал вот мы снизу открыли да то есть вот у нас тут доступ к регулировкам нижнего но мы тут не видим двигатель мы видим здесь программатор двигателя мы не видим в этой машине что есть но износили щетки пришлось меня щетки электродвигателя давайте доберемся до двигателя так здесь здесь мы подколупнули с этой стороны мы подколупнули сняли вот эту нижнюю часть так вот у нас винтик довольно редко то есть я сколько открывал то есть я такого корпуса еще не видел который даже здесь винтики не забаваться для быстро обычно это эти части просто скрываются срываются здесь у нас винтики еще дополнительные забаваха зачем не знаю но у нас же не стандартная машинка куча не стандартно откручивается с этой стороны у нас тоже так и нам надо снять вот эту штуку эта штука у нас но именно в этой машине других машинах опять же такой проблем нет в этой машины то есть она вот тут не хочет она чуть делаем мы скрываем это панель все фиксатор все вот у нас двигатель замороченный призамороченный давайте еще разберем чтобы еще разобрать вот тут все 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 вы здесь открыли здесь опять же так давайте лампочку снимем лампочка здесь идет двухконтактная выключил здесь чтобы снять вот чтобы снять вот эту часть у нас есть заморочки существует такая прорезь для того чтобы снять это все в эту прорезь нам надо попасть иначе по-другому эту деталь мы не снимем вот ведь мешает тут все мешает всего не дает все сопротивляется нас так вот мы вскрыли по поводу этой штук да то есть вот я все разобрал оставил эту штучку эту крышечку снимается на год винт и вот еще один вид почему я не скрываю почему они снимают эту пластиночку раз я его до такого степени подразобрал потому что я обращаю ваше внимание что это не стандартная машина вот игольная пластина у всех машин зафиксирована и то одно как игла попадает в это отверстие во всех швейных машинах то есть но но является одним из ориентиров положение иглы ну середине вот этого игольного отверстия то есть это базовая настройка то к чему то есть стоит привязываться при обращении в этой же швейной машине в этой же швейной машине эта деталь не зафиксирован и снял эту деталь положение положение иглы в этом игольном отверстие регулируется именно этими двумя винтами это одна из заморочек этих машин и то есть как игла то есть если во всех швейных машинах вы можете привязываться здесь вы привязываться не может так теперь дальше это у нас не все основная проблема как машина вот шикарная машина отличная машина восхитительная машина и 90 процентов этих машин попадают ремонт с одной причиной это у них перестает опускаться лапка в этих швейных машинах почему нет эти машины попадают в первый ремонт и и через 20 и только и если вот этого у них лапка бы не опускались они педаль все работали но перестает опускаться лапка и машину тянут в ремонт чем это связано это связано с тем что здесь все не так как привык видеть мастер смотрите теперь мы должны снять весь регулятор натяжение вот она здесь снимаем и откручиваем один винт откручиваем другой винт понимаете то есть во всех швейных мало машинах игловодитель и держатель лапки это два отдельных валах два отдельных пола как который между собой никаким образом не пересекаются здесь все совершенно не так проблема то что лавка перестает запускаться заключается что вот она за это все дело в нас отвечают атакуют пружина и в этом ее месте там она обработана смазкой специально такой белой смазкой консистентной такой смазка которая через 20 лет вес она застывает она превращается камень и этот узел перестает работать когда перестает опускаться лапка вот мы добрать добираемся до этой пружины мы начинаем вычищать отсюда во старую застоявшуюся смаз также то есть но но не очень это все удачно единственно да что вот это вот время вот если бы изначально бы не заложили вот такую проблему в машину да то машины бы и по 40 лет люди к мастерам бы не обращались но благодаря тому что есть то есть машин есть шанс попасть к мастеру то есть и наконец-то мастер почистить смажет все сделает хорошо также но так как это пружина все время идет сдавлено вот смотрите вот она вот так вот эта штука вставляется и она у нас сегодня сдавлено понимаете любая пружина которая сдавлена то есть со временем она начинает терять свои свойства на разжим и давление и давление лапки получается то есть но когда пружина устает лапка уже не так сильно давит на материал и соответственно то есть ну начинаются проблемы с обработкой каких-то плотных поэтому каждый раз я беру в уставшую пружину каждый раз ее разжимаем чтобы она могла чтоб лапочка ну более-менее могла давить нормально на материал за что мастера любят эти машины это ну это челночная это великолепная изумительные филигранная то есть точнейшее изобретение это челнок который является проблемой потому что я объясню так как бы это все показать вот он у нас челночная гнезда у нас я вам сейчас покажу смотрите ну не буду я разбирать смотрите вот у нас крышка которая держит вкладыш челночная гнезда зафиксирована на трех такусеньких винтах вот такусенькие винты вот такусенькие винты понимаете то есть они настолько крохотные что является большой проблемой то есть и специально чтобы ну понимаете то есть вот я разбирал челночное гнездо и вот у меня здесь отломалась резьбовая часть отломалась вот она вот здесь видите здесь отсутствие в этом особо такого ничего страшного нет потому что здесь их стоит 3 и ну я думаю тут три штуки стоит вот специально для того чтобы когда один из них обломается то есть машина это спокойно может работать на двух вот у нас один вот второй и на 2 но спокойно и нормально работает по поводу внутренней механики обращаем внимание но вот это вот вот это вот все вот это вот все понимаете то есть это по сексу иных машинах это просто две шестереночки просто две шестереночки здесь у нас настолько все заморочено и человек который пытался который купил сделал кое-как чтоб она работал то есть он сделал приблизительно почти все правильно но произвел произошла раз синхронизация вот этих двух деталей и поэтому когда машина встречала какое-то утолщение вот это вот вот эта шестеренка у нас проскальзывал относительно другой соответственно в машина избивалась машина начинала бить чернал по поводу двигатель даже двигатель непростой в этом двигатель даже мозги это электронные есть вот таким образом подсвечается лампа если во всех ширинах машинах вот есть гнездо за то есть вот есть у нас кнопочка включения выключения машина то здесь и соответственно кабель кабель у нас идет то есть и он заходит машину и там уже разделяется идет кабель на лампочку и идет питание самого здесь вот эта часть являются электронными мозгами шлейная машина по поводу мощности машины задняя часть машины мы видим что вот у нас здесь стоит 70 ватт мощные да вот у нас лампочка 15 на машине стоит двигатель 60 ватт и чем больше разбираю тестирую машины то есть похоже 60 ватт это основной двигатель который ставится на бытовые швейные машины и вычислить какой двигатель у нас находится на самом деле судя из показаний которые у вас здесь увы похоже и вы и мы никак не можем вот за что не любят мастера эти машины огромное количество времени за звездочки за отсутствие стандартных регулировок сама по себе это машина классная надежная и она переживет многие многие машины в этой ценовой категории дешевле потому что это делали нет делали правильно одна из немногих машин которые дали нет подышать свободной придумать все что можно было придумать обойти все патенты зингера все это сделала для человека машина очень легкая в работе машина без проблем справляется с любимой тканями очень она легко настраивается но благодаря всем этим звездочкам всем этим нестандартным регулировкам очень трудно найти мастера который возьмется на этом я хотел бы закончить этот ролик шейте на здоровье получайте удовольствие от шитья подписывайтесь на канал следите за роликом жду ваших комментариев до свидания и